Ну и хотелось бы отделить дело от скандала. В чем же обвиняют главу ГФС Романа Насирова? На своей странице в фейсбуке НАБУ обнародовала схему, как именно фискальная служба участвовала в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с Укргаздобычей. По мнению следствия, Насиров принимал неправомерное решение о рассрочке налоговых долгов по ренте за пользование недрами предприятиям, имеющим отношение к экснардепу Александру Онищенко. Вместо того, чтобы отказать им в реструктуризации долга, он оформлял ее задним числом. При этом Укргаздобыча и госслужбе геологии сообщал, что задолженности у упомянутых компаний нет. Поэтому первые не разорвали, со вторыми ни договора о совместной деятельности, как того требует закон, ни спецразрешения на пользование недрами. Не применял глава ГФС к фирмам Онищенко и штрафные санкции. Таким образом, государству был нанесен ущерб на 2 миллиарда гривен. Ресрочка засовывалась незаконно, потому что предприятия вообще не платили. И после того, как принималось решение про весрочку, она принималась при условии, что будет хоть часть сплаченных платежей. Платежи не сплачувались и снова принималось решение про весрочку. В некоторых случаях клопотание субъекта господарювания еще не доходило, а решение про весрочку уже принималось. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!